доброе утро дорогие мои я сегодня в нашей поликлинике и абсолютно сам как говорится убедился в том что вот этот анекдот что пенсионеры убрали урожай на огородах и все вернулись поликлинику абсолютно точно работает потому что здесь сейчас полную поликлиника народа и говорят что в октябре никого не было а в ноябре опять пенсионеры насыпались но и те же тоже интересно что вот с одной стороны ты же вроде не стараешься заболеть какое-то определенное время а вот ничего все лето не было ну там вот коленку меня немножечко было как пришла осень вот на тебе пожалуйста но меня сегодня что это к нашему разговору относительно камней в желчном у меня неделю боль в боку я предполагаю что это камни в желчном у меня эта проблема 20 лет и там у меня есть ролик как я неоднократно ее решал с помощью медий просто так получилось что 20 лет назад я с одним своим другом поехал в пироговскую по моему в какую пироговскую что ли институт и там сделали узи и мне так интересно там одна а нет это я сделал узи в клинике аэропорта авиационного института и там была замечательный узист женщина и она мне говорит слушайте вот мне рассказали такой способ что можно если камни определенного свойства кстати вот поимейте ввиду вы там спрашиваете все работают ли растворяется ли или еще что-то камни должны быть определенного свойства то есть там есть белковые камни их не растворяет это известковые камни потому что мидии своим соком как говорится слюной своей растворяет же песок чтобы сделать свою раковину поэтому это должны быть вот такие солевые и известковые камни вот тогда они могут раствориться а так конечно не у всех может раствориться и вот она мне это посоветовала камни были не критичного такого величины но по моему 6 8 миллиметров самые такие большие но они были вполне прилипшие взвесь была небольшая а большие какие-то прилипшие были я тогда начал пить и у меня через несколько месяцев я сделал опять снимок а снимки у меня есть на все три случая трижды в жизни вот за эти 20 лет приходил к тому что бог болит надо что-то делать делаю узи начинаю есть мидии и у меня в общем то все нормализуется сейчас тоже я как бы попытался начать это делать но у нас перестали продавать свежие мидии то есть только консервированные а консервированные я не знаю насколько они срабатывают потому что на самом деле только свежие вот не вываренные мидии когда варишь и остается в них этот сок который нужен для растворения камней я купил пару баночек вот таких консервированных покушал но не почувствовал никакого эффекта но у меня есть как говорится план я знаю что надо пить аллахол халимзин нож пу и другие для того чтобы средства для того чтобы ну хотя бы снизить боль но тем не менее возраста такой уже достаточно серьезный поэтому в этом возрасте не играются с болями в организме неизвестно вообще что там может болеть что это это я предполагаю камни а например пришел к терапевту он говорит я не думаю что это желчный предполагает что невралгия межреберная невралгия ой это было бы очень замечательно это то что я умею тут прогреть значит помассировать еще что-то но то есть вот она меня как раз меньше всего беспокоит но сейчас сижу в очередь в узи кабинет и после этой очереди может быть что-то и смогу рассказать но я вернусь все-таки к осенним заболеванием а ведь на самом деле это наша в какой-то степени вина мы просто летом то готовы потерпеть да уж ладно вот выкопаю вот уж тогда я бы я пойду и и такие терпешь и как вот говорят специалисты одна из самых больших проблем особенно вот в районах в сельских районах это то что пропускаем вот этот первичный срок тяжелых заболеваний потерплю мы же с вами знаем сейчас выходит на первое место нет ну на первом месте сердечно-сосудистые заболевания что тоже надо заранее как говорится профилактировать осознавать понимать и они могут быть тем более что я вам показал что к вид например у меня дал тахокардию то есть сердце стало неправильно биться и поэтому пришлось ехать в москву получать средства какие нужны и все остальное но правда это все восстановилось но ведь у сердца а главная проблема сосудистые то есть вот то что в нас живет всякие вирусы бактерии так далее они сосуды портят они наше сердце как говорится делают больным поэтому вот это то надо иметь в виду что терпение наше в конечном итоге заканчивается тем что приходим в больничку она врач говорит а уже не можем и поэтому на первое место потихонечку уже в некоторых странах якобы вышло выходит рак раковые заболевания они как мне однажды виталий александр семенов сказал антидопинговый центр на самом деле видны за несколько лет изменений в организме которые приведут к раку то есть если бы конечно все делали диспансеризацию еще бы все делали хорошую диспансеризацию в этом тоже проблема понятно что вот в сельской местности анализы все эти диагностика так далее очень слабенького свойства но я пришел сегодня сюда потому что у нас пистяках поставили новый аппарат узи всего две недели стоят я решил узнать куда мне поехать на узи у нас в чкаловск ездят или в иваново ездят чтобы посмотреть хорошенько мне говорят у нас новый аппарат такой же как в иванове и в чкаловске ну попробую этот новый аппарат на себе и очень надеюсь что все-таки невралгии но если камни то будем думать будем думать конечно очень бы не хотелось как 20 лет назад мне предложили удалять желчный тогда друг с которым мы приехали он удалил желчные за то время что мы с ним дальше общались он говорил ну в общем я не вижу особой пользы наоборот он радовался что я с желчным бегаю потому что ну многое меняется когда удаляюсь желчи хотя и говорят что не удаляют и кто-то говорит что сейчас их могут даже почистить я не знаю я этой технологии не знаю в общем последний раз я делал желчного узи наверное лет пять или семь назад наверное 7 назад за это время конечно могли нарасти у меня эти камни и поэтому будем посмотреть но я-то начал этот ролик ради того чтобы вам сказать дорогие мои есть теперь такое понятие диспансеризация вас ждут на этой диспансеризации потому что им отметка что вы пришли очень нужна и и полезно но мы-то с вами должны к ней относиться качественно если идем на эту диспансеризации то уж не пробегать как бы как а все-таки с врачами ну поговорить иногда не все врачи хотят поговорить ну по крайней мере внимательно к этому отнести поспрашивать что и исследует все какие возможно можно так сказать болячки рассказать может быть на что-то и выйдете то есть себя надо беречь никто вас не побережет кроме вас это я вас уверяю что уже везде на всех этапах вас ждут больницы ждут чтобы деньги за вас получить на кладбище ждут чтобы деньги с вас взять с родственников ваших взять так что относитесь к себе серьезно очень меня как говорится смущают люди которые говорят о помолимся все пройдет на самом деле это одна из самых неблагополучных категорий и мы увидели как в ковид в эпидемию это категория массово грубо говоря умерла там и старцы ну то есть священники умерли и монахи умерли и те кто уверял что ничего им не будет они причащались умерли вот это неправильные отношения нам господь дал тело дал тело для того чтобы мы в этой жизни исполнили его заповеди его заповеди это заповеди любви и доброты если мы это тело как говорится тратим на что попало если мы это тело не бережем то это грех это грех возлюби себя нужно бога возлюбить в том числе и в себе и не стараться как можно быстрее уничтожить его тело своим ну неправильным отношением вплоть до того что можно постом себя убить то есть тоже врачи говорят некоторым никак нельзя не поститься ничего у них есть и проблемы с печенью проблемы с почками так далее они постятся и можно даже такой с собой сделать вот пожалуйста не делайте это пожалуйста любите бога в себе и себя в боге и тогда надеюсь что у вас будет меньше заболеваний а я пошел у меня время после того как мне сделают я запишу результат аминь